Меня зовут Фарида Курбангалеева, здравствуйте. О возможном дипломатическом бойкоте сообщает наш корреспондент в Брюсселе. Депутаты готовятся принять резолюцию 14 июня, в день открытия турнира. В документе говорится о нарушениях прав человека в России, в том числе о заключении украинского режиссера Олега Сенцова. По некоторой информации, в резолюцию могут включить призыв к политикам бойкотировать футбольный турнир. Ранее приезжать на чемпионат отказались члены правительства Великобритании, Австралии и Министерства иностранных дел Исландии. А вот канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит причин не посещать соревнования. В Москве открыли фан-зону к чемпионату мира по футболу. Площадка для болельщиков находится возле главного здания МГУ. Ее уже посетили 40 тысяч человек. Против открытия фан-зоны возле университета выступала группа студентов МГУ. По их словам, в главном здании находится общежитие, и болельщики будут мешать жильцам. На акциях протеста студенты блокировали вход в университет живой цепью, а еще установили стенд с надписью «Нет фан-зоне». Три человека были задержаны. Против первокурсника Дмитрия Петелина возбудили уголовное дело о вандализме. Ректор МГУ Виктор Садовничий попросил не привлекать студента к ответственности, потому что тот хорошо учится. В итоге прокуратура прекратила дело за отсутствием состава преступления. Главная цель переговоров с Северной Кореей – полный отказ от ядерного оружия на полуострове. Других вариантов Соединенные Штаты не примут. Об этом заявил глава Госдепартамента. Наши представители сегодня встретились с заместителем министра иностранных дел КНДР и ее делегацией. Переговоры продолжаются прямо сейчас, пока мы с вами сидим здесь. Они продвигаются достаточно быстро и, думаю, придут к своему логичному завершению даже раньше, чем мы рассчитывали. Надеюсь, на этом саммите примут большое соглашение об отказе от враждебных действий и ядерного оружия на Корейском полуострове. Встреча стала возможной только благодаря смелым решениям президента Трампа и председателя Ким Чен Ына. Переговоры президента США и лидера КНДР стартуют завтра утром. Дональд Трамп допустил, что по итогам встречи может быть подписан документ, завершающий конфликт между двумя Кореями. Формально они находятся в состоянии войны более 60 лет. По данным СМИ, второй раунд переговоров может пройти в июле. Якобы Ким Чен Ын уже передал Трампу письмо с приглашением в Пхеньян. СМИ также предполагают, что если переговоры пройдут успешно, Трамп может пригласить Ким Чен Ына в Вашингтон в сентябре. Ангела Меркель разочарована решением президента США не подписывать итоговое коммунике саммита G7. По словам канцлера Германии, это не конец сотрудничества между Вашингтоном и Евросоюзом, но теперь ЕС может рассчитывать только на себя. Кроме того, Европа, как и Канада, примет ответные меры на введение США торговых пошлин. Ранее премьер Канады Джастин Трюдо назвал американские сборы на сталь и алюминий оскорбительными. За это Дональд Трамп, который улетел с саммита до публикации общего соглашения, обрушился на него с критикой в Твиттере. Он заявил, что прежде всего защищает интересы американских фермеров и рабочих и назвал ситуацию с пошлинами торговлей глупцов. Кроме того, президент США призвал ЕС увеличить расходы на оборону. «Мы защищаем Европу, а нас ругают за наши торговые правила», – написал Трамп. Италия отказалась принять судно, на борту которого находятся 629 мигрантов, в их числе более 100 несовершеннолетних и 7 беременных женщин. По данным немецкой гуманитарной организации, все они плыли из Ливии. Глава МВД Италии Матео Сальвини написал в фейсбуке, с сегодняшнего дня Италия говорит «нет торговли людьми и незаконному миграционному бизнесу». Напомню, депортация мигрантов – один из ключевых пунктов программы нового правительства страны. Италия предложила принять судно Мальте, но та отказалась это делать и обвинила Рим в нарушении международных правил. Премьер Мальте заявил, что судну не дадут подойти к берегу, однако окажут пассажирам всю необходимую помощь. По оценкам экспертов, в Европу морем попали почти 170 тысяч мигрантов. Более 3 тысяч человек в прошлом году погибли. В Тбилиси задержали четырех участников акции протеста. Их обвиняют в мелком хулиганстве. Ранее полиция потребовала от протестующих убрать палатки с проезжей части и перенести их на площадку перед парламентом. Но манифестанты отказались выполнить это требование. Напомню, протесты в Тбилиси проходят с начала июня. Активисты требуют расследовать убийство двух подростков, которое произошло полгода назад. Они считают, что власти покрывают преступников. Из-за протестов генпрокурор Грузии ушел в отставку. В Ираке после парламентских выборов сгорел склад с бюллетенями, которые должны были пересчитать. Это были первые выборы после освобождения от террористической группировки «Исламское государство». По итогам голосования на них победили сторонники популярного шиитского богослова. Коалиция действующего премьера заняла только третье место. Он уже назвал пожар на охраняемом складе заговором против страны. А спикер парламента предложил провести повторные выборы. У посольства России в Литве открыли сквер имени Бориса Немцова. В память о российском политике там установлена мемориальная табличка. На церемонии присутствовали несколько десятков жителей Вильнюса и представители партии христианских демократов. Посол России в Литве признался, что это решение ему не нравится, но уточнил, что власти города имеют на него право. Ранее площадь имени Бориса Немцова была открыта в Вашингтоне. А также напротив здания российского посольства. Напомню, политик был убит в центре Москвы в феврале 2015 года. По этому делу осуждены пятеро выходцев из Чечни. При этом организаторы и заказчики убийства не найдены. Посольство США сообщило о новом случае неизвестного недомогания у своего сотрудника в Гаване. У него обнаружены симптомы так называемой акустической атаки. Сообщение об этом опубликовано на сайте МИД Кубы. В нем также говорится, что, как и раньше, кубинские власти не имели доступа к пострадавшему. Напомню, летом 2016 года американские дипломаты стали жаловаться на тошноту, головные боли и частичную потерю памяти. С похожими жалобами обратились и некоторые сотрудники посольства Канады. Эксперты предполагают, что это могло быть вызвано воздействием ультразвуковых или инфракрасных волн. Однако их источник до сих пор не установлен. Госдепартамент США отозвал на родину большую часть персонала дипмиссии. А власти Кубы причастность к инциденту категорически отрицают. Исполнитель инсценировки убийства Аркадия Бабченко знал имена двух следующих жертв, но всего так называемого списка 47 не видел. Об этом сам Алексей Цымбалюк заявил в интервью BBC. Он также рассказал подробности переписки с предполагаемым организатором покушений Борисом Германом, якобы связанным с российскими спецслужбами. По словам Цымбалюка, тот был доволен, когда ему сообщили о гибели Бабченко. Герман и Цымбалюк условились встретиться на следующий день для передачи денег, но СБУ задержало Германа до этого, опасаясь, что он покинет страну. Напомню, украинские спецслужбы инсценировали смерть российского журналиста для того, чтобы якобы выйти на след организатора. Международные организации подвергли эти действия критике. Мария Гайдар решила уйти из Одесского облсовета. Завтра депутаты рассмотрят ее заявление о досрочном прекращении полномочий. Причины бывший российский оппозиционный политик не называет. Три года назад Гайдар получила украинское гражданство. Она входила в команду бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Спустя год подала прошение о выходе из гражданства России. Президент Украины Петр Порошенко назначил Гайдар своим внештатным советником по вопросам сельской медицины. Ранее она рассказала, что перестала приезжать в Россию из-за опасений быть арестованной. Бродвейская постановка «Гарри Поттер и проклятое дитя» удостоилась театральной премии «Тони» как лучший драматический спектакль. В общей сложности она победила в шести номинациях, в том числе за лучшую режиссуру и дизайн костюмов. Премьера спектакля состоялась два года назад в Лондоне, а сама пьеса стала самой продаваемой книгой в Великобритании, обогнав по популярности Ромео и Джульетту Шекспира. Пьеса была написана при участии самой Джоан Роулинг, автора серии книг про юного волшебника. В Лос-Анджелесе началась выставка компьютерных игр E3. Пресс-конференцию уже провела компания Microsoft. Она показала больше 50 игр для приставки Xbox, в том числе новые гонки Forza, шутер Halo и очередную часть приключений Лары Крофт. Но по данным СМИ, главный конкурент Microsoft и компания Sony продала почти в два раза больше игровых консолей. Конференция PlayStation состоится завтра. Продолжение следует...